И вновь мы хотим открыть Его Слово сегодня. И тема сегодня, которая будет звучать, озаглавлена следующим образом. По примеру Христа. Так бывает, что люди очень часто придерживаются устоявшихся традиций, общепринятых мнений. И знаете, это даже в детстве банально. Если кошка перебежала, значит, нельзя пройти. Или там, когда столбы стоят, нельзя пройти между ними. Но взрослые тоже какие-то традиции придерживаются. Вот, например, на дорожку давайте присядем. И это такая распространенная традиция. А сколько традиций, связанных со свадебным обрядом, с похоронным служением. И часто мы поступаем так, потому что так принято, так поступают. И во времена Иисуса Христа среди верующих были тоже свои традиции. И сегодня в христианском мире люди также придерживаются традиций. Скажите, в нашем Левобережном Духовном Центре есть какие-то определенные традиции? Конечно, они есть. И сейчас не идет речь, что какая-то хорошая или плохая, а речь идет о том, что мы поддерживаем порой традиции, но не задумываемся над их смыслом и значением. Вы спросите, какое это отношение имеет к библейской традиции и к традиции совершения вот этого особого обряда, который сегодня будет. Но мне кажется, что мы иногда сосредотачиваемся на самом обряде, но не пытаемся вникнуть в суть его значения. Например, мы долгое время, совершая обряд нагомовения, даже не задавали себе вопрос, а почему ноги Христа не были омыты в тот вечер? Ведь он так же, как и другие, проходил по этим запыленным дорогам. И сегодня я хотел бы вновь прочесть вместе с вами Евангелие от Иоанна, 13 главу, но немножко по-другому, и попытаться найти, может быть, ту суть, о чем говорит Евангелие нам, о чем говорит эта история, чтобы мы могли, ну, с новым значением, может быть, посмотреть на то, что мы делаем. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 15 текст говорит, «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Что сделал Христос, и что необходимо делать нам? Почему Иисус, умыв ноги ученикам, задает вопрос, знаете ли, что Я сделал вам?» Ну, кажется, ответ очень простой. Он омыл ноги. Ну, тогда спрашивается, почему ты об этом спрашиваешь? Что-то Иисус на что-то хотел обратить наше внимание. И вот этот текст, который мы прочли, «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам», он является центральным, он является самым основным в этой главе. И сегодня я вновь хочу вместе с вами посмотреть эту структуру и почитать так, как, может быть, мы не читали 13 главу. Она написана в форме хиазма. Первая мысль соответствует последней, вторая, предпоследней и, самое главное, в центре. Вы знаете, что многие книги записаны именно в таком стиле, в такой структуре. И основание положил Моисей. Вот если вы посмотрите на пятикнижие, то вы можете увидеть, в центре какая книга пятикнижие? Исход, правильно? А в центре книги исход какая глава? И что находится? 20 глава, закон. А в центре закона что находится? Заповедь о субботе. Понимаете, когда мы понимаем структуру и мышление автора, как он писал, тогда нам легче понять, о чем этот текст. Поэтому давайте сегодня мы почитаем. Просто почитаем и сравним текст с текстом. Первый и второй текст мы сравним с 34 и с 35. Важно еще отметить одну деталь, что, как правило, классический хиазм – это первая и последняя мысль, она перекликается с главной, с основной мыслью. Итак, пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, здесь мы остановимся, и 34-й прочитаем, заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Мы можем увидеть, что и в начале, и в конце речь идет о любви. И в начале Иисус говорит, Иоанн пишет нам, что Иисус явил делом, что Он возлюбил своих учеников. И та же самая мысль, только Иисус ее теперь уже подает в виде заповеди. Заповеди новую даю вам. И Он говорит, вы любите друг друга как? Как Я возлюбил вас. А в первых текстах Он явил делом. То есть любите как? Любите друг друга делами. Любите друг друга по делам. Здесь говорится о том, что Христос проявлял любовь на деле. И в завершении дал заповедь ученикам любить посредством дел. И центральный текст, он как раз и говорит не о ногоомовении. Точнее сказать, не только о ногоомовении. Но центральный текст говорит о любви делом. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Давайте мы посмотрим, действительно ли это так. Прочитаем текст и посмотрим, действительно ли эта мысль находится в центре. Третий текст мы сравниваем с 33-м. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит. И 33-й текст. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня. И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Вы видите, полное соответствие. Там Он говорил, что от Бога и шел к Богу. Уходит и здесь в конце так же самая мысль. Как Он иудеям говорил, что Он к Богу отходит. И это подчеркивается, вот мысль, что перед своим уходом Он что-то особенное, главное, важное желает сказать своим ученикам. И Иоанн подчеркивает это. Четвертый текст. «Встал с вечери, 4-й и 5-й, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». И 31-й, 32-й. «Когда Он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его себе. То и Бог прославит Его, и вскоре прославит Его». Смотрите, здесь две мысли. И в первом, и во втором отрывочке. Первая мысль – Иисус находится среди учеников. Это как бы единство. Вот они все находятся за трапезой. Вы же знаете, что они не за столом сидели, они возлежали. И теперь Он оставляет это единство. Он выходит из-за этой трапезы и совершает много омовения. А это противопоставляется тому, что написано здесь в 31-м тексте. «Когда Он вышел? Кто вышел?» Здесь речь идет о Иуде. И здесь противопоставление тому, что здесь среди учеников и учителя было определенное единство. Но Иуда оставляет. Видите, противопоставление. И вторая мысль о том, что мы видим в первом случае, Он умывает ноги ученикам. И во втором случае, что этим Он прославляет Бога. Что этим Он прославился. То есть, понимаете, Иоанн так строит и показывает, что вот это омовение ног – это особое событие, в котором Иисус прославляется, и Бог прославился в нем. Давайте дальше посмотрим. Шестой текст и седьмой с 28-м и 29-м и 30-м мы сравним. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». 28-й. «Но никто из возлежащих не понял, к чему это Он сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». «Он принял кусок, тот час вышел, а была ночь». То есть, когда Иисус совершает это служение, Он подходит к Петру, и мы много об этом говорили, Петр, осознавая, что это Мессия, Сын Божий, говорит, тебе ли умывать ноги? Он этого не понимает, это не вмещается в Его разум. И точно так противопоставление здесь или подобная ситуация, когда ученики не понимали, что было сказано Иуде, что он должен делать и что должно произойти. У них были свои мысли. И если посмотреть поглубже, то получается, что тайна Креста, или тайна любви Божией, которая явлена нам, она до конца нами будет изучаться еще и в вечности. Это тайна Божья и тайна Беззакония, то, что происходит в сердце человека, когда он отвергает Бога. Вот здесь две мысли, два противопоставления, два полюса в этих текстах. Далее, восьмой текст и двадцать пятый. Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имей счастья со мною». Двадцать пятый. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечает, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Здесь полное противопоставление. В первом случае, помните, мы размышляли, Иисус говорит, «Если я не умою, тогда у нас не будет ничего общего». Помните другой перевод? Перевод Кулакова. А во втором случае, когда Он подал кусок, и тот вышел во тьму, то вот и подобно ничего общего не может уже быть. Разделение. То есть в первом случае те, которые принимают Его любовь, они имеют общее. А во втором случае, те, которые отвергают, те горькие последствия пожинают. И это вопрос выбора. Это вопрос решения человека. Шестой текст. 22, 23, 24. Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». 22. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. То есть в первом случае Петр говорит, все ученики молчат, но Петр говорит, «Если так, Господи, я хочу иметь общее, тогда давай вот такой мой план, всего меня омой». У Петра всегда было свое решение, свой подход, и он даже лучше знал, что нужно сделать в тот или другой момент. И противопоставляется, Петр не мог в этот момент говорить. И когда он не может говорить, что он делает? Он продолжает говорить жестами. Такая натура лидера, он не может молчать. Он не может даже нескольких минут помолчать. И он спрашивает Иоанну, говорит, спроси у него, кто это? Далее, почитаем 10 текст. Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты». И 18 текст и ниже. «Не о всех вас говорю я знаю, которых я избрал. Но да сбудется Писание, и идущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Вы видите, здесь полное соответствие. Он знал предателя, ну и по-человечески, если известен предатель. Почему тогда он не решил вопрос с ним раньше? Это говорит об удивительной Божьей любви, которая готова действовать в сердце человека, которая готова совершать работу. И вы знаете, что многоомовение, которое Иисус совершил, это тот момент, когда Иуда, книга «Желания веков», об этом подробно пишет, размышлял, ну как же так, если он Мессия и Господь, и моет мне ноги, ну разве может унизиться Сын Божий до такого положения? Он не Мессия. Но другая мысль от Духа Святого, она говорила, «Смотри, как низко склоняется пред тобой Божья любовь. Он знает твои намерения. Тебе есть возможность сейчас покаяться. Тебе есть возможность все изменить». Вот эта борьба была в сердце Иуды, и он выбрал в сторону Лукавого. Петр же не понимал, Петр задавал вопросы, Петр, может быть, говорил, кажется, как лишнее, но он одного боялся. Он боялся, чтобы потерять своего Учителя и Господа. Читаем дальше, 12 текст, с 17 сравниваем. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» 17 текст. «И если это знаете, блаженны вы когда исполняете». Смотрите, здесь очень красиво, просто когда мы сравниваем эти тексты, он помыл ноги. И теперь спрашивает, «Знаете ли я, что я сделал вам?» Ну, кажется, простой ответ, «Ну что сделал? Ноги омыл». Но почему, Иисус спрашивает, почему Он задает этот вопрос? Иоанн, сравнивая текст с текстом, говорит, «Блаженны вы когда исполняете». «Блаженны вы когда это знаете и когда это исполняете». О чём хочет нам сказать Писание? О чём записал Иоанн? Как нам сегодня стать блаженными, счастливыми в современном переводе? Здесь говорится, конечно же, о том, что Он явил любовь делом. Потому что за Его действием явлена любовь. Потому что это действие можно увидеть, как бы пощупать, а любовь – это то, что, ну, немножко так не до конца нами понято, то, что нам нужно ещё познавать. И поэтому Он говорит, «Если это знаете, блаженны вы когда исполняете». Как это в жизни может проявляться? Вот мы говорим, этот субботний сюрприз. Можем просто так кому-то положить вот в эту сумочку, что-то занести, дать. Вот мы говорим, что мы можем прийти в малую группу, в домашнюю церковь, и там, подобно Иисусу, искать, кому я могу послужить из братьев и сестёр. Вот мы думаем и размышляем, кто о своих, о домашних не печётся. То есть это значит в семье сделать то, что сделал Иисус – делом послужить. Не словом, а делом послужить. Итак, мы подходим к самому важному. Тринадцатый, четырнадцатый, шестнадцатый текст сравниваем. «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите? Ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги Вам, то и Вы должны умывать ноги друг другу. И шестнадцатый. Истина. Истинно говорю Вам, раб не больше Господина Своего, и посланник не больше пославшего Его». Может быть, Вы скажете, а здесь что, разве Христос не говорит, чтобы мы умывали ноги друг другу? Да, здесь об этом говорится. Но делает ли это нас блаженными, и изменяет ли это наше сердце? Если бы это было бы так, тогда нам нужно было бы не раз в три месяца ноги мыть друг другу, а каждый день. Если бы сам обряд изменял наше сердце. Вы согласны со мной или нет? То есть, Евангелие учит тому, что этот обряд, он показывает Божью любовь. Этот обряд показывает, как сильно любит Христос человека. что он готов был занять позицию слуги, раба. Это самая низшая позиция в обществе на то время. Для того, чтобы каким-то образом достучаться, коснуться сердца человека. И поэтому центральный текст, он звучит так. «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Если мы сосредоточены только на обряде, то мы упускаем главную мысль, что он явил делом, что он сказал, «Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». То есть, в том, чтобы учиться любить. И эта история, она не случайно евангелистам сравнивается с историей из восьмой главы о женщине, застигнутой в прелюбодеянии. Потому что там также была явлена Божья любовь. Когда ее привели ко Христу по закону, она должна была быть побита камнями. Мы сегодня пришли пред лице Божья, и, подобно той женщине, он говорит вам и мне, «Я не осуждаю тебя». В этом Божья любовь. Я не знаю, как у вас, но я заметил перед вечерей, как правило, ну вот все что-то происходит. Где-то отношения нарушаются, где-то не то скажешь, где-то думаешь, ну что же это такое. И когда приходишь, Иисус говорит, «Я не осуждаю тебя». И для того мы и пришли, чтобы Он дал нам силу, потому что Он говорит, «Иди и впредь не греши». И, по сути дела, эта история показывает и является прообразом Голгофы. Потому что то, что произошло на Голгофе, мы до конца не понимаем. Как ученики не понимали, что Иисус сделал для них. И Голгофа, она разделяет людей. Подобно Иуде, некоторые отвергают эту любовь, но другие принимают ее. Еще один вопрос у меня по 13 главе. Почему по завершении Иоанн описывает диалог с Петром? И как бы вот этот диалог, он стоит отдельно. 36 текст. «Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» И Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему, «Душу твою за меня положишь. Истина, истина, говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Почему Иоанн сразу после этой истории еще вот этот диалог приводит? Кажется, законченное повествование, кажется, вся структура уже на месте. Но для чего еще этот диалог? Когда Иисус говорит, что «Я взял вас за руку, и сейчас будет трудный момент в вашей жизни, так что вы потеряете меня из виду, так что вы вырветесь из моей руки, но я вас люблю, и вы сможете это преодолеть», но, говорит, наступит такой момент, то Петр говорит, «Нет, со мной такого не будет. Во мне такая сильная любовь. Я люблю так тебя, Господи, что готов за тебя душу положить». Другими словами, Петр как бы говорит, «Моя любовь такая же, как твоя». «Моя любовь такая, что я готов душу положить за тебя». Но Петр не знал своего сердца. В этом ошибка многих христиан, они думают о том, что они любят. Но на самом деле, если мы много лет с Господом, если мы не раз участвовали в этом служении, то мы должны бы больше и больше осознать свое несовершенство и больше и больше понять, что мы только учимся этой любви. Потому что позже, в конце Евангелия, еще один диалог, когда Христос спрашивает Петра, «Любишь ли ты меня, Агапе?» Вот этой жертвенной любовью, «Ты любишь меня, Агапе?» И что Петр ему отвечает? «Господи, я люблю тебя, Филю». Он в этом ответе говорит, после того опыта, «Твоя любовь божественная, она совершенна, а моя любовь, она только приближается, я учусь любить тебя». Вот о чем эта история, и вот о чем этот текст, когда Христос сказал, «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Он возлюбил нас делом, Он явил свою любовь делом, вот о чем этот текст. Поэтому сегодня, какие выводы мы можем сделать? Что же стоит за нашим сегодняшним обрядом? Почему мы его совершаем? Это завет любви в делах. Мы не можем любить так, как Христос, посредством лишь своих усилий. Мы можем учиться любить у ног Христа, и Дух Святой дан нам для этого. Мы не можем это делать своими силами, и об этом говорит пример Петра. В этом проблема многих христиан, потому что они пытаются это сделать своими силами, и терпят неудачу за неудачей. Но мы можем научиться у Христа и обрести силу Духа Святого для того, чтобы совершить дела любви. Друзья мои, сегодня мы пытаемся приблизиться к тому, чтобы понять, что в сердце нашего Господа, что в сердце Иисуса. Подумайте об услышанном, подумайте во время пения, пения о сердце Иисуса. Что находится в сердце Иисуса? Послушаем пение. Песня о сердце Иисуса, Суду и сердце Иисуса, Суду и сердце Иисуса, Песня о сердце Иисуса. Суду и сердце Иисуса, Печален вновь в небе над тобою, Божия любовь в мыслях Иисуса. Дума о тебе, светлая, как утро, Как лазурь небес. А чего ж бывает, ум надежен твой, Ведь спаситель мира Помнит нас с тобою. В доме Иисуса Мы найдем приют. Тишина и радость Нас с тобой там ждут. Так приди же к Богу, Обретешь покой. Радостную вечность Достойна с тобой. Радостную вечность Достойна с тобой. Благодарим за пение. Помолимся Господу. Отче, мы благодарны Тебе за Твою удивительную любовь. Благодарны, что Ты предусмотрел это особое служение, чтобы наши сердца наполнили Твоей любовью. Помилуй нас, Господи, и благослови. Во имя Иисуса. Аминь.